С начала лекция, потом прививка. В Самарском государственном колледже к проведению вакцинации подошли ответственно. У многих самарцев возникают вопросы, связанные с процедурой и ее последствиями. Чтобы развеять сомнения, на встречу с сотрудниками и студентами пригласили Александра Муравца, главного врача Самарского областного центра общественного здоровья. Коронавирус – это беспрецедентный, очень тяжелый вирус. И не должно быть так, что это должно быть проблемой одного здравоохранения или одних граждан. Мы здесь все должны вместе объединиться. И вот хорошо, что у нас и работодатели теперь, и определенные отрасли, я имею в виду образование, они тоже начинают чувствовать свою ответственность за своих сотрудников, за судьбу региона. Вакцинация бесплатная и добровольная. Темпы ее проведения в регионе наращиваются для того, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет, что поможет остановить распространение инфекции. Важно, чтобы к осени, до начала традиционного эпид-периода, когда и другими респираторными инфекциями люди болеют чаще, около 60% жителей региона были привиты. Работа у меня высококонтактная, и наши коллеги, те коллеги, с которыми я работаю, начали болеть. И, соответственно, я поняла, что выбор у меня один – это либо прививка, либо болезнь. Я начала эту тему мониторить, анализировать. Через какое-то время я совершенно четко поняла, что прививка легче, чем болезнь. И выбирать, собственно говоря, здесь между этими двумя факторами не о чем. Учитель физкультуры Санья Сагитовна делится. В ее окружении коронавирусом переболели многие. Некоторые в тяжелой форме. Чтобы избежать такой участи, женщина решила сделать прививку. Очень серьезно переболели у нас в колледже. Мои же сотрудники, мои же коллеги. Я считаю, что это нужно сделать. Чем так болеть, что-то лежать где-то в больнице. Я за то, чтобы это сделать. Особое внимание уделяется вакцинации людей, находящихся в группе риска. Это те, кто старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Многие предприятия и учебные заведения создают условия, при которых сотрудники могут сделать прививку прямо в учреждении, без отрыва от учебы или производства. Кроме того, в городе работают прививочные пункты в крупных торговых центрах, а также круглосуточный кабинет. Завтра в День России мобильный прививочный пункт будет работать на площади Куйбышева с 17 до 21 часа. Можно будет не только сделать прививку, но и пройти диспансеризацию. Виктория Шарая, События.